Добрый день, дамы и господа! Сегодня у нас уже 7 апреля 2022 года. У микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Поддержка путинской авантюры дорого обойдется россиянам. Проблемы России только начинаются. Удар придет, конечно, по среднему классу, который, скорее всего, исчезнет. Или превратится в то, что называется, обслуживающий чиновничество, отряд парикмахеров и эстрадных певцов. Вчера я поставил видео, состоится ли Байден-Путин-Пакт по распилу Украины. И за 10 часов его просмотрели более 300 тысяч человек. Спасибо вам всем, что вы готовы слушать мнения, не всегда и не во всем совпадающие с вашими. Я понимаю, что я задел много болезненных точек. Сегодня, кстати, я получил интересную реакцию на это видео от источника, очень близкого к Кремлю. Вот что мне написали. Надежда на то, что Европа так сильно подсела на наши энергоресурсы, что будет только делать вид, что борется с нами. Ну и на Байдена, рыльца которого в пуху настолько, что этот пух можно принять за сажу. Дальше, так сказать, не могу читать, потому что всякие вещи, которые не надо, а говорит вслух на интернете. Иными словами, мне через несколько перекладных, чтобы сложно было или невозможно было найти отправителя, сообщили, что Кремль понимает, что вклад в лес, в гибельную совершенно авантюру и знает, что спасти от краха их могут только Европа и Байден. Вот мне лично кажется, что это хорошая новость. Как вы понимаете, многие европейские политики и чиновники брали газовые и нефтяные доллары, денежки из рук России. Таким образом, Россия пробила отказ Евросоюзу пользоваться углем и перевели европейских производителей, особенно электричества, на русский газ. А похоже, именно так Россия решала проблемы, возникшие у нее с Северным потоком-2, его затормозил Трамп, но немцы, французы и прочие бельгийцы сплотились и, что называется, поддержали Россию с этим совершенно не экономическим, а политическим проектом. Проектом удушения Украины, я бы его назвал так. Подозреваю, что политика Байдена была дать России расшириться, этим оторвать ее от Китая, заодно убрав нарыв Донбасса в центре Европы. Бог он знает, есть ли на семью Байденов компромат у Путина, но косвенно действия США во время его президентства показывают, что Байден либо полный идиот, либо на крючке у Кремля. А может, кстати, и то, и другое. Но даже коррумпированные европейцы, дергающиеся на ниточках Байден, не могут ничего не делать в связи с кошмаром, которым творят россияне в Украине. Вчера британский премьер Джонсон опубликовал по этому поводу статью, назвав ужасной ошибкой Запада реакцию Запада на оккупацию Крыма, России, я имею в виду, в 2014 году ее агрессию на Донбассе. По словам британского премьера, после этого торговля с Российской Федерацией не только продолжалась, но и увеличивалась, а европейские страны стали еще более зависимыми от российского газа. Джонсон подчеркнул, что когда Путин развязал нынешнюю войну против Украины, он знал, что миру будет очень сложно наказать его, он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет себе бомбить роддома, поэтому чувствует, что может обстреливать убегающие от войны семьи. Джонсон призвал покончить с зависимостью от России, отметил, что большие запасы энергоресурсов являются как большой силой, так и большой слабостью Путина, поскольку больше у него фактически ничего нет из того, что можно было бы успешно продавать за границу, экспортировать. Если Россия оставит без прибыли от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы, я думаю, что настолько значительные, что она не сможет их перебороть. Вот США и Евросоюз вводят новые меры против режима Путина, и в рамках этих мер президент Джо Байден подписывает указ о запрете на новые инвестиции в российскую экономику. Неужели есть такие идиоты? Или это просто надувание щек для того, чтобы мы что-то сделали? Ну, неважно. Кроме того, вводятся санкции в отношении Сбербанка, крупнейшей финансовой организации Российской Федерации, на которую приходится, по-моему, две трети всех банковских активов, а также в отношении Альфа-банка, крупнейшего частного банка страны. Вот не понимаю, а что мы ждали так долго? Почему это не было сделано до вторжения, скажем, в Украину? Думаю, ждали, что Россия за 2-3 дня захватит Украину. Кстати, вот Генштаб США дал в свое время докладную записку в Конгресс, что война продлится 72 часа до полной сдачи Украины Путину. То есть санкции вводятся и против ряда российских официальных лиц, членов их семей. Там Белый дом сообщил, что среди прочих они затронут взрослых дочерей Владимира Путина, жену и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ну, кстати, как можно было всего этого не сделать на первый же день военный? Мы же говорили, что знаем, что будет война. Мы, я имею в виду, Америка. Почему ничего не подготовили? Без было 10 недель. В санкционном списке члены Совбез России, включая, скажем, Дмитрия Медведева, премьер-министр страны Мишустина, ну, неужели кто-то думает, что они давно уже не перевели деньги в офшоры? Указанные финансовые ограничения, говорит Белый дом, представляют собой наиболее эффективный и широкомасштабный комплекс подобных мер за всю историю цивилизации. Только, значит, почему-то они на три месяца позже это делают. Они, может, остановили бы чего-то, вот, если бы введены были заранее. Сейчас уже пана не пропала для Путина, десятки тысяч будут убиты, их жизни, жизни других искалечены. Слишком мало и слишком поздно, уважаемые европейцы и американцы, западные люди. Слишком мало, слишком поздно. Аналитики прогнозируют, что результатом введенных западным мер станет то, что объем экономики России в этом году сократится на 15%. Примерно настолько же, чуть более 15% повысились цены на потребительские цены в России. Почему бы не принять меры, чтобы их экономика влетела в бетонную стену, а не на 15% уменьшилась? Россияне привыкли жить на дешевой водке, колпасе из промокашки, но с ощущением, что они во всем правы, а весь мир против них. Если с голода не пухнут, и можно оторваться, там, пару раз в неделю, да, так сказать, и упасть пьяным на пороге дома, не доползя до него. Они так живут с до-татарского иго и по сейчас. Это вам не датчане, там, со швейцарцами, которыми демократия, там, и жратва, и социальные услуги нужны, да еще и тепло в квартирах, подавай, понимаешь? Непровоцированная война, неспровоцированная война Владимира Путина с Украиной, последовавшая за ней глобальная реакция, отбросят российскую экономику, конечно, как минимум на 30 лет, что близко к старым советским временам. Снизит уровень жизни, а к минимуму на следующие 5-10 лет, считают экономисты. Практически в одночасье 40-летние усилия страны по построению более-менее рыночной экономики, начатые, там, прибывшим лидере Михаиле Горбачеве, потерпели неудачу. Еще одна жертва – вторжение Путина в Украину. Важные экономические и социальные реформы, начатые в 80-х, дали Советскому Союзу возможность впервые попробовать американские продукты. Но десятилетия работы по интеграции экономики в Европу и в мир закончились в последние несколько недель, когда крупные компании ушли с российского рынка, а США и Евросоюз решили свернуть торговлю и туризм с Россией. Две санкции, в частности, нанесли значительный ущерб. Первая из них – это исключить крупнейшие российские банки из глобальной платежной системы, называется SWIFT, что сильно затруднило им обработку зарубежных транзакций. Вторая мера затормозила сотни миллиардов евро, хранящихся в резерве Центробанка России. Без резервных фондов для укрепления рубля Кремль мало что может сделать для предотвращения падения. Тем временем США и Великобритания прекращают импорт российской нефти и газа, США вели экспортный контроль в отношении высокотехнологического оборудования, а растущий список стран запретил российским судам заходить в свои порты. За последний месяц рубль потерял порядка 40% своей стоимости по отношению к доллару, что сделало валюту фактически бесполезной за пределами России. Даже небольшой взлет после объявления, что Россия будет продавать свои энергии жутцы за рубли, все равно не помог. Отчаявшись сохранить курс рубля внутри страны, 8 марта Кремль сдал новый приказ, запрещающий обмен рублей на твердые валюты, такие как доллар США и евро. Это фактически превратило рубль в бумажку, которая имеет ценность только внутри России. Более того, санкции в отношении крупнейших банков добавили еще один уровень неопределенности в повседневные транзакции, такие как покупка билета в метро в Москве с помощью Apple Pay, что запрещено теперь санкциями США или обмен рублей на доллары в банке. В России появился зарождающийся средний класс, который теперь будет отброшен, сказал Кристофер Смарт, главный глобальный стратег и глава инвестиционного института Беринг. Он будет изолирован, у него будет валюта, которая на самом деле не имеет никакой ценности за пределами страны, валюта, которая называется рубль. Вот тогда он станет совершенно деревянным, даже, я бы сказал, картонным. В стране будет только китайский импорт. Другие страны, с которыми Путин дружит, там Венесуэла, Иран, Куба, Албания, хотя с Албанией уже тоже не дружит, Армения. Практически ничего путного не производят. Запчасти к Вольво и Мерседесам будут приходить из того же Китая, либо не приходить вообще. Оборудование на сотни миллиардов, стоящее в госпиталях, на заводах, производствах, систему управления самолетами, микросхемы, всего этого не будет. И оно перестанет работать. Скоро, 6-9 месяцев. Что мгновение, конечно, в историческом развитии цивилизации, господа, но в нашей жизни это довольно долгий срок. Продержится Россия еще 6-9 месяцев, а дальше плохо. Россия не вернутся в часа в маяк, но без деталей, которые вывозили из границы, к платьям большевичка и множеству других забытых ими радости жизни. За границей они смогут ездить в Турцию, если Турция, конечно, не примет меры еще более суровые, чем остановка российского флота по дороге в Украину. В тот же Китай и еще в Северную Корею, которая, конечно, мечта туриста, это все знают. Российские самолеты не пускают в воздушные пространства уже более, по-моему, 40 стран, могу ошибаться. И в Россию не летает куча компаний из Европы и США. А, собственно, зачем будет россиянам ездить за границу? Денег-то кроме рублей у россиян не будет. А куда поедут россияне лечиться? На местах лечат так, что потом исправить невозможно. Я знаю специалистов, которые в Израиле, в Америке, в Германии пытались исправить. В Израиле Турцию, может, еще будут пускать, кстати. Может, и в тот же Китай. Германия, США, Англия принимать россиян не будут. Зачем элите дворцы, яхты, банковские счета в Европе и Америке? Туда доехать не будет возможности. А юные и трепетные любовницы, олигархов, уницы, Милане, Париже, придется им идти на содержание к кому-то другому. Может быть, к китайцам. Если Украина будет долбить Крым, то есть не будет останавливаться, то оттуда отдыхать тоже не поедешь. Камамбера у среднего класса не будет. Но, вот подумаем с другой стороны. У Путина все равно будет, потому что у него есть блат. Он по блату будет продолжать доставать. И больницы начальства, и магазины для начальства, и услуги. У них все будет. Итого, народ, находясь в беспробудном пьянстве и верно-подданнической любви, не очень будет замечать давление санкций. Они все равно Samsung и Audi там не покупали. Средний класс исчезнет, как часть российского общества, а элита будет продолжать есть черную икру ложками, отгородившись от всех остальных, там, типа Кремлевской стены. Хотя, даже, думаю, китайской стены, а не Кремлевской. Конечно, большие города будут уже не те, и жизнь станет менее интересной даже для элиты. Но элита, читай, бюрократия, чиновники, генералы, офицеры ФСБ и Росгвардии найдут, значит, специально для них открытые эксклюзивные клубы и будут покупать в магазинах, куда товары будут привозить, нарушая эмбарго под полой. Втридорого, но их это не будет очень волновать. Как же сделать так, чтобы пострадали в первую очередь те, кто посылает русских убивать чеченцев, украинцев, бурят, румын, болгар, венгров и грузин? Вот что пишут об этом гениальные Борис Злотин и Алла Зусман. Санкции можно сделать реально эффективными, если направлять их именно против бюрократии, а не против экономики. Для того, чтобы санкции ударили по бюрократам, они должны бить по их слабым местам. Например, использовать информационную прозрачность, вскрыть действительную роль и деятельность российской бюрократии элиты и то, как она грабит свою страну, публиковать информацию о конкретных людях, их преступлениях, публиковать так, чтобы россияне увидели. Через все кордоны и заслоны и ограды мы можем это сделать, господа, если возьмемся. Второе – это отрезать российским олигархам, бюрократам возможность офшорных накоплений украденного. Возможность так или иначе иметь деньги или собственность в любой цивилизованной стране. Постоянно выискивать и ликвидировать в пользу Украины все, что Россия и россияне вывезли за рубеж. Если найти путинские по слухам 200-300 миллиардов плюс еще 700-800 миллиардов вывезенных элитой, то будет на что восстанавливать Украину. Но, пишут авторы, совершенно очевидно, что это Байдену и демократам ни в коем случае не нужно и даже крайне нежелательно и опасно. Они информационной прозрачности боятся больше, чем вся российская бюрократия вместе взятая. А уж отрезать русских от офшорных счетов, с которых идет подпитка демпартии в США, это просто как страшный сон. Ну и вскрыть всю общую офшорную систему, зная, что русские будут тогда показывать деньги, наворованные американской и европейской элитой. Поэтому все опять в руках Украины. Разобьет она российскую армию и заставит ее драпать, сломя голову, гнойник под названием «Путинская Русь вскроется». Если добить их мир не даст, если мир не даст Украине добить россиян, то в России образуется что-то, ну там, между СССР и Северной Кореей. Гной и гниль будут снова выплескиваться на Европу и мир. Так что опять все в руках Божьих и немного в руках Зерецкого. Дай Бог ему сил выдержит давление Европы и США. А насчет демпартии США и президента Байдена они раньше хотели, хотели быстрой и победоносной русской войны. А сейчас хотят, чтобы эта война продолжалась вечно. Они уже заявили, что она будет очень долгой. Они на нее пытаются списать результаты своей кошмарной, разрушительной деятельности, которая практически разрушает экономику США. Так что, уважаемые украинцы, вам будут давать помощь и оружие, чтобы показать, что помогают. Но никогда столько и такого, чтобы вы победили. Так что попробуйте вступать в союз с Турцией, Польшей, может быть, с ненавидящей Путина Англией. А на Евросоюз, НАТО и США надежда маленькая. Я понимаю, что вы не можете с этим согласиться, что у вас живет надежда и мечта, но реальность должна вас уже начать отрезвлять. Не все, кто говорит, что они против Путина, действительно за вас. Но, надеюсь, кто-то в окружении Зеленского смотрит мои видео и может задуматься. На этом все, дамы и господа. И перед тем, как мы закончили, пожалуйста, заходите на канал Камертон, ссылка ниже. Подпишите петицию, пожалуйста. Пожалуйста, подпишите петицию. И, кроме того, много потрясающе интересных статей сейчас ставится на Камертон, действительно, от людей. Тот же Борис Злотин, та же Алла Зухсман, бывший чемпион, бывший чемпион и России, и СССР, и Америки по шахматам. Вы знаете, конечно, кто это. Наталья Рапопорт, Борис Гулько, так сказать, понятно, что это был Борис Гулько. Наталья Рапопорт, совершенно замечательная писательница, мыслитель, ученый и тому подобное. Поэтому, пожалуйста, да, и, так сказать, если есть возможность, то, пожалуйста, помогайте порталу, тоже будет сноска на донаты. Все, до свидания. Спасибо, что слушали и до следующей встречи.